Добрый день, дорогие друзья! Сегодня суббота, 2 сентября 2023 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаем разговор о политике. Сегодня мне хотелось бы рассмотреть перспективы, которые начертили министры обороны и министры иностранных дел стран, членов Евросоюза. На уходящей неделе, как вы знаете, мы уже говорили об этом, я вела репортажи из Толедо, из исторического испанского города, древней столицы, где заседали неформально министры обороны, а затем министры иностранных дел для того, чтобы обвиняться мнениями и выстроить стратегию до 27 года. То есть это имеет колоссальное значение то, что там происходило, потому что это неформально. Министры могли выходить с мнениями, они могли выступать на те темы, которые они считают актуальными и понимать конкретные вопросы, которые их волнуют. То есть это очень значимый формат, который имеет иногда даже большее значение, чем формальные встречи, где есть официальные заключения, обязательства. На этой встрече таких заключений не было. Но это не значит, что в реалиях это не будет осуществлено. То есть те высказания, которые сделал Жозе Боррель, можно считать даже больше, чем обязательствами, потому что это вектор развития. В первую очередь это милитаризация европейских экономик. И мне хотелось бы подчеркнуть, что я очень благодарна всем тем, кто комментировал и кто это обсуждал, кто писал комментарии под моими репортажами из Толедо. Действительно они очень важны, потому что я считаю, что вы совершенно верно указываете нашим собеседникам на то, что это отразится на наших с вами жизнях. То есть это колоссальное изменение, это тектоническое изменение, это дальнейшая эскалация конфликта. Поэтому я благодарю всех тех, кто принимает участие в дискуссии, кто поддерживает мой канал лайками, подпиской, донатами, это очень важно мне, потому что для меня это мотивация того, чтобы продолжать эту деятельность. Но также мне хотелось бы указать, что, конечно, ваше участие имеет колоссальное значение, ваши комментарии, потому что они обращают внимание тех, кто пребывает в иллюзиях, на то, что на самом деле происходит. Итак, что же на самом деле происходит? В первую очередь это формат миротворцев. Я рассказываю вам про этот формат. Он был создан Евросоюзом после Югославской войны. 15 тысяч человек, которых можно обучать как миротворца в случае того, что вспыхнет вновь война, конфликт на европейском континенте. И этот формат был использован для обучения бойцов ВСУ. Затем он был увеличен вдвое до 30 тысяч. И сейчас Моррель обещал увеличить до конца года до 40 тысяч. То есть дополнительно будут обучаться бойцы ВСУ в рамках этого некогда формата миротворцев. Мне как-то это было после Югославской войны. Это была другая эпоха. И не только. Потому что также вы знаете, что генсек НАТО Йенс Толтенберг не скрывает проблем с дефицитом амуниции. И Жозеп Боррель обещал, что министры обороны займутся вплотную тем, чтобы произвести 1 миллион единиц. То есть эта проблема будет преодолена совершенно железно, совершенно однозначно. И это грандиозное различие между министрами обороны Евросоюза и Сергеем Шойгу. Почему? Потому что основная цель Шойгу это заставить замолчать своих оппонентов, наклеить пластырь народа. То есть он запрещает даже депутатам ездить на линию фронта, чтобы узнать из первых рук, что там происходит. То есть основные усилия Министерства обороны Российской Федерации во главе с министром направлены на то, чтобы скрыть правду от сограждан, естественно, руководству. То, что сделают министры обороны Евросоюза, прямо противоположно, они не скрывают проблемы, они их диагнозируют, и они их решают. И я считаю, что они будут решать их успешно, потому что для того, чтобы успешно решить проблему, нужно ее правильно диагнозировать. Итак, амуниция, эта проблема будет решена, обучение, эта проблема будет решена, и также то, что касается финансов, потому что вы знаете, что в настоящий момент в Венгрии, надо признаться, чисто юридически и политически справедливо, блокируют очередной транш для Украины из фонда «Инструмент мира» на закупку оружия. Потому что они говорят о том, что этот фонд создавался глобально, то есть есть устав этого фонда, мне хотелось бы подчеркнуть, что это не бюджет Евросоюза, то есть это отдельный фонд. Он создавался для того, чтобы продвигать мир во всем мире глобально, а не регионально, поэтому невозможно тратить весь этот фонд на одну страну. Поэтому, чтобы обойти эту проблему, Жозель Боррель предложил создать другой фонд специфический для Украины с тем, чтобы помогать финансово Украине закупать вооружение. То есть эта проблема тоже решается. И последнее, наверное, самое главное, что в рамках обучения военных, этих 40 тысяч, будут также обучаться военные летчики для управления фальконами F-16, американскими истребителями, которые будут переданы Украине, в первую очередь Нидерландами и Данией. Как вы знаете, у Дании есть уже контракты с Lockheed Martin, они будут закупать F-35 и так далее. Если вам это интересно, мы можем поговорить на эту тему, как будет производиться обновление этих летательных аппаратов. То есть это не то, чтобы они просто отдают, потому что в конечном результате Украине должно быть передано 61 единица, то есть 61 фалькон 16. Должны будут быть переданы Украине в результате этой большой трансформации. Но это не значит, что Нидерланды или Дания останутся без фальконов. То есть у них будет тогда другой фалькон вместо тех, которые они отдадут. Фалькон 35. Но это, опять-таки, отдельная большая тема, как это будет осуществляться, почему. И поэтому совершенно ошибочно со стороны российских экспертов говорить о том, что эта передача фальконов ничего не изменит. Она все изменит. Она все изменит. Конечно, один-два фалькона нет, но это начало. То есть будут со следующего года заниматься инфраструктурами и так далее для того, чтобы создавать украинские военно-воздушные силы на других основаниях, на других принципах, на принципах этой ультрасовременной техники. И, конечно, когда в результате Украины окажется 61 летательный аппарат, это будет колоссальным качественным изменением ситуации. Но необходимо понимать, что корни проблемы, корни проблемы для России не в том, что НАТО вооружает Украину или в том, что страны, союзницы по НАТО этим занимаются, а в том, что министр обороны отрицает существование такой проблемы. То есть когда люди начинают, профессионалы начинают говорить, будь то Квачков, будь то Стрелков, будь то кто-то другой или Пригожин, которого уже с нами нет, он, наверное, пострадал больше всех, даже больше страдающего от сердечных приступов Стрелкова, потому что, возможно, его и хотят уморить. Я так думаю. Напишите мне, что вы думаете, мы еще об этом поговорим, как занимается расправами с инакомыслящими министр обороны Шойгу. Но самая большая проблема заключается в том, что вся его политика, все его усилия направлены на то, чтобы скрывать правду от людей. То есть скрывать правду от начальства, скрывать правду от общества, преследуя всех, кто его критикует. Потому что для Шойгу самое главное – это удержание личной власти, это удержание этой позиции, за которую он боролся в течение всей жизни, вы понимаете, для того, что получить такой грандиозный портфель некому прорабу с края Айкумены из ТВ. Надо приложить немало усилий, поэтому у него совершенно другие цели, чем у европейских министров. Европейские министры говорят о проблемах, их преодолевают. Министр Шойгу запрещает говорить о проблемах и их скрывают. Поэтому решить проблемы, о которых запрещено говорить, просто, дорогие друзья, фактически невозможно. Поэтому мое мнение о перспективе для России в этом конфликте весьма пессимистично. Что думаете по этому поводу вы? Я надеюсь на ваши отклики. Я желаю вам всем прекрасных выходных. Завтра у нас будет стрим в 6 часов вечера. Готовьте вопросы и на связи!